Могилёв принимает Республиканскую Олимпиаду по пяти замежных мовах английской, немецкой, французской, испанской и китайской. Испыты проходят на базе Могилёвского Державного Экономичного Профессийно-Техничного колледжа. Тут собрались лепшие молодые розумы республики. Кристина Каранкевич застрекала у дельников после первого испыта. Как успеешь? Ну, всё хорошо. Что в задании было сложного, расскажи. То, что их было достаточно много, больше, чем я ожидала. А так, ну, задание как задание. Это самое тяжёлое, преодолеть волнение. А так, задания нам понравились, были интересные. И если кто-то хорошо готовился, то, я думаю, было не очень тяжело. Какой язык? Английский язык, 11 класс. Могилёв? Нет, город Минск. Так, что было самое сложное, расскажите. Наверное, сложно сказать, кому как. Мне лично, наверное, задание на артикли или на предлоги. Ну, я ожидала более сложных заданий. Ну, как-то делаешь и делаешь. Ничего особенного. Ну, а что самое сложное? Это письменное испытание, аудирование или устная какая-то речь? Ну, я не знаю. Мне кажется, всё-таки устная речь. Потому что там у тебя нету ничего, на что можно положиться. Только твои знания, твой словарный запас и всё. Сильно нервничаешь, поскольку перед тобой сидит комиссия. И очень не хочется подвести и преподавателя своего, и свою школу, и область в целом. У дельники делятся уражениями. Тут, можно сказать, лепшие из лепших. Кап-трапицуды яны вытремали городские и областные этапы Олимпиады. Теперь кожан из них представляет свою установу. Дятей подтримливают педагоги. У нас 10 человек. 5 учащихся 10 класса и 5 учащихся 11 класса. Все перспективные. Я очень надеюсь, что у нас будет хороший результат. От души всех желаю успеха. У дельники тримают испыты у двух взрослых группах. 10 и 11 класс. Сама же Олимпиада складается с трех туров. У тираду журы проверить умение размолвлять на замежной мове. Но не просто сообщать какую-то заведомо подготовленную тему, а именно беседовать по неподготовленной коммуникативной ситуации. И жюри в составе и самых опытных преподавателей ведущих учреждений высшего образования, педагогов, которые в своей практике имели победителей Олимпиад различного уровня, будут их оценивать. Отмеменно будет вестись аудиозапись, чтобы претензии можно было обосновать по тому или иному количеству баллов, полученных каждым из детей. Не только письмов, а и в устный испыт будут тримать наученцы по китайской мове у Олимпиады. По этим предметам, до речи, в 11-м классе удельничают только 4 человеки. В 10-м крыху больше. Мне китайский язык очень понравился изначально. Я пришел год назад, полтора года назад к своему учителю и посмотрел вот эти все задания. Мне понравилось очень. Я решил заниматься этим языком. Я не напирался на моду, ничего. Просто видел, мне понравился язык. Я начал его изучать, изучать, изучать. И это стал моим вторым языком. Третьим этапом будет аудирование, а лепших-злепших вызначить учать вер. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Новина региона.